Раздвижной видеомедиастеринскоп, позволяющий выполнять достаточно сложные манипуляции в средостении. Если врач-хирург, оперирующий, правша, интубационная трубка должна быть зафиксирована в левом углу рта, для того, чтобы снизить вероятность ее случайного удаления, выполнять биопсию из седьмой группы лимфатических узлов, то есть бифуркационной зоны, лучше в последнюю очередь, почему? Потому что вероятность кровотечения из этой зоны, связанной с повреждением бронхиальных артерий, значительно выше. Здравствуйте! Сегодня вместе с компанией Carl Storz записываем обучающее видео, посвященное видеомедиастеринскопии, в частности, использованию раздвижного видеомедиастеринскопа. Медиастеринскопия в целом, скажем так, в конце прошлого века, являлась золотым стандартом стадирования рака легкого с точки зрения поражения внутригрудных лимфатических узлов. В настоящее время золотым стандартом диагностики поражения внутригрудных лимфатических узлов является технология, которая называется трансбронхиальная, транстархиальная или трансэзофагиальная пункционная биопсия лимфатических узлов под контролем эндосонографии. Это новый метод, который позволяет получить информацию о поражении лимфатических узлов. Однако медиастеринскопия не утратила своего значения. Почему? Потому что медиастеринскопия позволяет получить гистологический материал из лимфатических узлов сведостения, трансстархиальная пункционная биопсия или трансэзофагиальная. Чаще всего получается либо очень маленький гистологический материал, либо цитологический материал, который просто позволяет сказать поражен лимфоузел или нет. Какие-то дальнейшие действия с этим биопсийным материалом сделать сложно. Первый аспект. Второй аспект. Медиастеринскопия не утратила своего значения. Почему? Потому что очень часто необходимо выполнить повторные процедуры рестодирования поражения лимфоузлов после проведенного химиотерапевтического лечения и выполнения повторной транстрахиальной, транспищеводной пункционной биопсии сопряжено с рядом сложностей, как технических, так и информационных. Почему? Потому что, во-первых, по этому материалу невозможно оценить патоморфоз и ответ опухоли на лечение, а во-вторых, высокая вероятность получить негативный ответ, который не соответствует таковому по факту. Третий аспект, почему медиастерно-скопия имеет место быть в клиническо-онкологической практике, это именно те преимущества, которые имеет раздвижной видеомедиастерно-скоп, позволяющий выполнять достаточно сложные манипуляции в средостении. Фактически, эта технология позволяет выполнить расширенную тотальную лимфодиссекцию, то есть удаление всех лимфатических узлов из средостения при раке легкого. Данная технология пока не нашла своего четкого места в стандартах оказания медицинской помощи пациентам с раком легкого, однако я думаю, что рано или поздно это случится. Итак, раздвижной видеомедиастерно-скоп. Технология придумана Линдером в 1992 году, которая встала на место медиастерно-скопии, придуманной когда-то в свое время Карлинсом, и представляла собой просто фактически железный тубус, который мы вводили в средостение и выполняли биопсию под контролем зрения. Промежуточный вариант между медиастерно-скопом Карлинса и раздвижным видеомедиастерно-скопом по Линдеру является видеомедиастерно-скоп по Лерут. Это фактически, который соединяет в себе простоту медиастерно-скопа Карлинса, то есть он не раздвижной, имеет просто тубус, сужающийся к дистальной части, но в него установлена видеосистема. Таким образом, контроль за манипуляциями в средостении осуществляется не под контролем зрения, а под контролем видеосистемы. Раздвижной видеомедиастерно-скоп, собственно, отличается от обычного медиастерно-скопа своими, в первую очередь, размерами. И шириной рабочей части, то есть той части, которая заводится в средостение. Пространство у раздвижного видеомедиастерно-скопа рабочее в операционном поле значительно больше. Понятное дело, что в средостении пространства как такового вообще нет, и пространство мы создаем сами себе с помощью инструмента, и в этом отношении, конечно, раздвижной видеомедиастерно-скоп более предпочтительен. Технология выполнения медиастерно-скопии, как и технология выполнения видеомедиастерно-скопии, Это хирургическая технология, требующая общего обезболивания. Пациент в обязательном порядке должен быть интубирован. Важные аспекты в плане анестезиологического обеспечения, о которых нужно предупреждать врачи и анестезиологов, это если врач-хирург, оперирующий, правша, интубационная трубка должна быть зафиксирована в левом углу рта, для того чтобы снизить вероятность ее случайного удаления. Почему? Потому что хирург во время манипуляции состоит со стороны головы. Голова полностью закрыта стерильным бельем, и доступ к голове и к интубационной трубке, расположенной во рту пациента, затруднен. Поэтому трубка должна быть, во-первых, хорошо зафиксирована, во-вторых, расположена в том месте, где она не находится под руками хирурга, дабы хирург ее случайно не удалил. Дальше выполняется цервикотомия в области еремной вырезки грудины. Осуществляется доступ в претрахеальное пространство, и первоначально претрахеальное пространство тоннализируется пальцем. То есть фактически формируется тоннель в претрахеальном пространстве для заведения в дальнейшем туда видеомедиастеноскопа или медиастеноскопа. После формирования туннеля уже под контролем зрения мы заводим медиастеноскоп или видеомедиастеноскоп. Здесь какие есть особенности? Медиастеноскоп по Карлинс или видеомедиастеноскоп по Леруту завести, конечно же, проще. Почему? Потому что тубус инструмента сужается к своей дистальной части и завести его значительно проще. Почему? Потому что претрахеальное пространство после его тоннализации пальцем, в общем-то, сопоставимо по размеру с тубусом медиастеноскопа. В отношении видеомедиастеноскопа здесь, конечно, такого сопоставления нет. Поэтому очень часто необходимо использовать ранорышитель Фарабефа для того, чтобы приподнять немножко ткани переднего средостения для заведения видеомедиастеноскопа. Здесь очень важно не повредить нижние щитовидные вены и не повредить нижней частью клинка и не повредить плечо-главную артерию верхнюю частью клинка. Поэтому заводить инструмент нужно поступательными вращающими движениями при необходимости и постоянно контролировать ткани, которые расположены впереди. Важным аспектом безопасности данной технологии является контроль и постоянная визуализация передней стенки трахеи. Основные манипуляции в средостении осуществляются с помощью отсоска гулятора. У меня, к сожалению, его нет, но в качестве иллюстрации могу показать просто заизолированный инструмент, которым мы, собственно, разделяем ткани, при необходимости их коагулируем. После того, как мы достигаем заданной зоны основного оперативного вмешательства, важно в первую очередь, безусловно, дойти до ориентиров определенных. И в первую очередь это ориентир зоны бифуркации трахеи. То есть нам нужно донализировать фактически все претрахеальное пространство, все пространство средостения. В этой зоне, если нам необходимо взять биопсию лимфатических узлов седьмой группы, то уже можно раздвигать видеомедиастинскоп. При этом, с точки зрения технологических аспектов и безопасности выполнения манипуляций, после того, как мы полностью тунализируем претрахеальное пространство под контролем видеосистемы, лучше начинать забор биопсийного материала с паратрахеальных лимфатических узлов. Классическая методика подразумевает, что мы должны забрать биопсию из трех групп лимфатических узлов, ну, как минимум из двух групп лимфатических узлов. Это вторая, четвертая и седьмая. При этом выполнять биопсию из седьмой группы лимфатических узлов, то есть бифуркационные зоны, лучше в последнюю очередь. Почему? Потому что вероятность кровотечения из этой зоны, связанная с повреждением бронхиальных артерий, значительно выше. И поэтому, если вдруг кровотечение будет носить какой-то более значимый характер, то тампанада средостения или какие-то другие манипуляции могут затруднить нам действия с другими группами лимфатических узлов. Поэтому, как только мы находим то место, где мы будем выполнять манипуляцию, предполагается, например, что мы берем биопсию из четвертой группы лимфатических узлов, то мы видеомедиастероноскоп раздвигаем. В первую очередь мы раздвигаем его нижним винтом, который осуществляет движение бранш параллельно друг к другу в верхне-нижнем направлении. Таким образом, мы просто расширяем пределы средостения. Ограниченность этого расширения будет связана с анатомическими особенностями пациента, в частности, с расстоянием между еремной вырезкой грудиной и передней стенкой трахеи. Чем оно больше, тем сильнее мы можем в этом направлении развести бранш инструмента, чем оно меньше, тем меньше. После того, как мы, собственно, по максимуму развели их в параллельном направлении, мы можем увеличить уже рабочее пространство путем расширения его в дистальном части, то есть раскрытие бранш инструмента. Это осуществляется верхним винтом. Здесь, в общем-то, по большому счету, можно увеличить операционное поле в достаточно большой степени. Тоже будет определяться анатомическими особенностями, то есть размерами грудной клетки. Важно помнить, что на верхней бранше инструмента у нас всегда располагается плечо-головная артерия. Поэтому любые манипуляции в этой зоне должны быть аккуратны. После того, как мы, соответственно, создаем себе пространство, здесь можно тогда медиум-едиастинскоп либо передать ассистенту, либо, если у нас есть система крепления, то можно его зафиксировать в том положении, в котором нужно. При необходимости здесь есть возможность менять положение медиастинскопа, как это удобно. И дальше, в целом, можно выполнять манипуляции в средостении с помощью двух рук. Основной инструмент, как я уже говорил, это отсос-коагулятор. Второй инструмент – это либо биопсийные кусачки, либо какие-либо щипцы для тракции тканей. Выполняя манипуляции, в случае необходимости средостение можно осушать. В системе раздвижного видеомедиастинскопа предусмотрены каналы для постоянной аспирации дыма, либо для введения раствора для промывания органов средостения, если это необходимо. Важные аспекты, которые, скажем так, позволяют достаточно эффективно и безопасно выполнять видеомедиастинскопию, это то, что в данной модели видеомедиастинскопа предусмотрена возможность извлечения видеосистемы. То есть, предположим, что медиастинскоп расположен в грудной клетке пациента, мы можем достаточно легко приподнять головку видеокамеры и извлечь саму видеосистему для ее протирания, если вдруг она запачкалась кровью, что бывает при коагуляции вблизи видеосистемы. Сам медиастинскоп при этом доставать не обязательно. Дальше это все обратно устанавливается. Таким образом, положение медиастинскопа не меняется. При возможности использования адекватных инструментов, если дополнить видеомедиастинскопию применением современных устройств коагуляции тканей, я имею в виду таких, как ультразвуковой диссектор, гармоник, либо аппарат Легошу, позволяет нам выполнять манипуляции, о которых я говорил. То есть, это современные технологии манипуляции в средостении, которые называются вамло или темло, переводятся как «видеоассистированная медицинальная лимфоаденоктомия», либо «расширенная медицинальная лимфоаденоктомия». То есть, это технологии, которые позволяют удалять нам в фактически все группы внутригрудных лимфатических узлов. Вот. Что, во-первых, повышает диагностическую ценность данной манипуляции, а во-вторых, в целом может служить самостоятельной лечебной манипуляцией. Однако, еще раз повторюсь, место данных методов пока еще не определено в общей структуре лечения пациентов с онкологическими заболеваниями легких. Также, безусловно, медиастиноскопия, в том числе и видеомедиастиноскопия, и раздвижная является универсальной, удобной и эффективной технологией, которая позволяет получить адекватный объем материала при диагностике лимф-пролиферативных заболеваний или заболеваний, относящихся к группе онкогематологических. Давайте я, наверное, покажу, как инструмент полностью собирается и разбирается. Почему? Потому что это тоже важно для тех врачей, которые будут начинать его использовать. Собственно, сам видеомедиастиноскопия состоит из основной части тубуса. Он, в общем-то, достаточно легкий. Это очень хорошо. Его при необходимости можно разобрать достаточно полностью. Это необходимо для операционных сестер, которые будут его обрабатывать. После обработки он в стерильном виде вот в таком составе поставляется. Собирается он в следующем порядке. В первую очередь заводится в канал сама видеокамера и фиксируется зажимным механизмом. Он, соответственно, отсюда не выпадает. После этого сверху устанавливается сама головка видеокамеры, которая тоже фиксируется. И сюда же в нее устанавливается световод. Все. Собственно, видеомедиастиноскоп готов к работе и может быть использован. Как бы разведение видеомедиастиноскопа в средостении начинается всегда с винта, который осуществляет параллельное движение, бранш относительно друг друга. Во вторую очередь движение, раскрытие бранш в дистальной их части. Соединение перед извлечением видеомедиастиноскопа раздвижного из органов сведостения в обязательном порядке бранша необходимо свести, дабы снизить риск повреждения плеч и головной артерии, которая расположена у нас над верхней браншей видеомедиастиноскопа. Сведение осуществляется в обратном порядке. То есть в первую очередь мы сводим дистальную часть бранш, и во вторую очередь сводим бранши, которые раздвигаются параллельно. Здесь очень важно под визуальным контролем глаза контролировать отсутствие интерпозиции тканей мягких средостения между браншами. Это очень важно. Почему? Потому что видеосистема расположена у дистальной части под козырьком верхней бранши. И боковые части мы в видеообзоре не видим. Но это очень важно контролировать, дабы их не оторвать, не повредить. В первую очередь то, что расположено по правой боковой стенке бранш, это верхняя половина. Поэтому очень важно визуально контролировать сведение бранш. В случае, если ткани попадают, то достаются они оттуда вот такими вот вращающими движениями. После полного сведения оценить, насколько полно сведены бранши можно по видеосистеме. Почему? Потому что в видеообзоре должна быть виден козырек нижней бранши видеомедиастинскопа. После этого видеомедиастинскоп может быть безопасно извлечен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok